Главенствующая задача вакцинация. Об этом сообщил на оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции губернатор Сергей Морозов. Федеральные эксперты считают, что ситуация с пандемией станет управляемой к ноябрю следующего года. Но только в случае, если около 70% россиян будет привито. Массовая вакцинация в Ульяновской области начнется уже с 11 декабря. В Ульяновской области она будет проводиться не только в больницах и поликлиниках. Для вакцинации будет развернута широкая сеть специализированных центров. Суше 30 центров будет создано. То есть еще 23 у нас будет создано передвижных. Значит, 4 в городе Ульяновске, в крупных медицинских учреждениях. Ну и порядка еще, так сказать, 7-8 у нас будет в сельских районах. Передвижные центры будут обеспечены специальными холодильниками для хранения вакцины. Единую систему центров на региональном уровне поручено возглавить первым вице-премьеру Екатерине Убель. А для того, чтобы обезопасить главную группу риска от инфекции, внесены изменения в указ губернатора. Режим самоизоляции продлевается для пожилых людей с 28 декабря до 10 января. Школьникам же, наоборот, сократят учебную четверть. На каникулы они уйдут с 28, а не с 30 декабря. Последний учебный день в этом семестре, соответственно, в этом году, будет пятница, 25 число. Очень прошу поддержать это наше предложение. Это позволит разорвать цепочки заражений среди учащихся. К тому же будет меньше соблазна проводить новогодние празднования и посещать массовые скопления людей. Учреждениям культуры предлагают проводить больше мероприятий в дистанционном режиме. Акцентирую внимание о том, что существует запрет на организацию новогодних интермедиа со зрителями, хороводов, игр, викторин, предусматривающих контакт со зрителем. Есть и приятная новость. 31 декабря объявлен губернатором нерабочим днем. Такая мера тоже позволит большинству провести время дома, в кругу семьи и не подвергать свое здоровье опасности. Егор Тстоф, Александр Кудряшов, Новости Олправда ТВ.